всем добрый день сегодня будем делать варенье именно делать потому что варить мы его не будем у меня черная смородина которая растет кисточками кисточки можно вот так обрывать а можно их обрезать ножницами вы знаете очень удобно и обрезать не только с веточки но и потом обрезаем вот эти вот частички ненужные которые недоспелые ягодки я их тоже просто отрезаю и потом уже отрезаем в мисочку сами ягодки смородинку я уже помыла пускай немножко обсохнет можно это сделать при помощи бумажного полотенца такая смородина готовится в следующих пропорциях одна часть смородины допустим 1 килограмм и полтора килограмма сахара у меня смородины меньше поэтому и сахара меньше и так одна часть смородины полторы части сахара кто не знает вот такую пол литровую баночку прям вот так полненькая как у меня вошло ровно 500 грамм сахара я высыпаю сахар в ягоду и перемешиваю сахар конечно не обязательно пропускать через мясорубку но мне так как-то вот больше нравится знаете и ягода так лучше измельчается и сахар быстрее тает и так отправляем это в мясорубку и измельчаем и так и так и так и так смородину с сахаром перекрутили можно перемешать несколько раз и оставить примерно на полчаса через полчаса сахар точно растает за эти полчаса можно конечно пару раз подойти еще перемешать а эту смородинку я сделала пораньше уже сахар растаял вот такое получилось варенье такое варенье обычно хранят в холодильнике варенье как всегда тютелька в тютельку прекрасно закрываем пластмассовой крышечкой и будет стоять в холодильнике но это варенье пускаем на чай будем пить прямо сейчас варенье 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 у нас получилось оно хорошо тем что оно без варки и поэтому все витамины здесь сохраняются но не забывайте что здесь сахара немало поэтому слишком большими ложками кушать его не рекомендуется все таки будьте здоровы до свидания до новых встреч вот такой натюрморт варенье у варенье 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 от